Что такое записать гравитацию в слабое взаимодействие? И как вообще получилось, что частное гравитационное поле есть, а совокупного гравитационного поля нет? Вы не найдете упоминаний в физической литературе про совокупное гравитационное поле. Есть поле Земли, есть поле Солнца, есть поле у каждого Вселенского объекта, но нет совокупного гравитационного поля. А Вселенная на макроуровне заполнена равномерно, и это научный факт. Про частные поля теоретики помнят. Потом бац, приступ склероза и совокупного поля нет. Его за разом не видно. Это знаете как что? Спрашиваете вы, например, лыжника, есть ли у него лыжа. Лыжа? Конечно есть, у меня замечательная лыжа. А другая лыжа есть? Да, есть. Тоже очень хорошая лыжа. А лыжи у вас есть? Какие лыжи? Лыж нет. Как-то не сложилось с лыжами. А какова у вас общая лыжность? Лыжность крайне слабая, почти нулевая. Подождите, ведь не сходится. Ну как не сходится? Смотрите. Одна лыжа есть. Другая лыжа есть. А лыж никаких нет. Нулевая лыжность. Все как в аптеке. Интересно. А извилина у вас есть? Конечно есть. Вот здесь слева под шляпой извилина. И вот здесь выше уха извилина. И на затылке сочная такая извилина. А вот извилину, увы, никаких нет. Как-то не сложилось, не задалось. Да вы сами в книге посмотрите. Извилина с нулевая. Так подождите. Если у вас лыж нет, то на чем вы собственно едете? А вот это очень важный вопрос. Часть ученых думает, что мы едем на искривлении пространства. Кое-кто подозревает, что изба связана со струнами. Но на лыжах мы точно не едем. Это невозможно. Но сами посмотрите. Представим лыжу к лобусу. Касается только в одной точке. Все кататься нельзя. Площадь соприкосновения стремится к нулю. Как на этих лыжах ехать? Не получается. Вот такие вот дела. То есть по факту граждане тупо потеряли совокупное гравитационное поле. А нету его тю-тю. И теперь детишки подрастают. Становятся физиками. И не знают, что это самое совокупное гравитационное поле в природе есть. И так покумекают. И едок покумекают. Общая картина мира не сходится. Подчешут репу и айда увеличивать количество сторонников теории эфира. Ведь если лыж нету, то эсбад должна за счет чего-то осуществляться. Так и появляются физики, верующие в эфир. Которые просто не в курсе, что их эфир на самом деле это совокупное гравитационное поле. Не дискретен этот самый эфир. Не состоит он из частичек. И носит исключительно гравитационную природу. И даже если все кругом начнет пуляться дискретными эфиринами, без поля они останутся обычной летающей взвесью, не способной обеспечить должный уровень взаимодействия. Но об этом позже. С вами был Виктор Катюшек. Подписывайтесь на видеоканал. Следите за нашими публикациями. Академия наук вступляет. Мы спасаем, от бобров спасаем. Расскажи своим друзьям про это. Разнеси благую весть по интернету.